Привет-привет, с вами канал Hi English. Сегодня у нас седьмой тест, погнали. Первое. Martyr enjoys to buy, must buy buying new clothes. Ответ здесь уже указан, это будет buying. Почему buying? Потому что, когда вы говорите о ваших предпочтениях, что вы любите, что вы не любите, что вы предпочитаете, prefer будет предпочитать, вы после слова enjoy используйте обычно глагол с окончанием ing. Martyr likes new clothes. Окей, можно так сказать, здесь не будет никакого глагола. enjoys dancing. Если скажу enjoys dancing, будет глагол ing. То есть после этих слов можно использовать существительное, то есть что она любит, тогда ing не добавляем, потому что ing добавляем к глаголу. Или же можно использовать любой глагол с окончанием ing. Martyr likes buying new clothes. Martyr likes swimming, Martyr likes reading, etc. Первое. I opened the door who was there. То есть я открыл двери и здесь, смотрите, я вам забегая наперед скажу, что to имеет значение, в английском языке не всегда, но может иметь значение, вот именно в таких предложениях, значение infinitive of purpose, infinitiva цели, the infinitive of purpose. То есть он отвечает как бы на вопрос, зачем? Зачем? Мы задаем вопрос зачем и говорим для того, чтобы. Для того, чтобы. I opened the door. Зачем? Зачем? Зачем задаю вопрос? И сразу же отвечаю на свой вопрос, используя для того, чтобы to see, чтобы увидеть, to see who was there. Кто там был, чтобы увидеть, кто там был. To see who was there. Следующее, второе. Милос, апостров с, как бы мы его так здесь ставим, непонятно почему. Милос must to go now or has to go now. He's already late. He's already late. Он уже опаздывает. Опаздывать в русском языке это глагол, что делать, опаздывать. В английском языке это прилагательное, то есть быть каким, опоздавшим. То есть он есть уже опоздавший, он уже опаздывает, если нормально сказать. Милос должен, точно не апостров с, он has to, он должен has to go now. Has to go now будет правильный ответ. Почему? Потому что апостров с вообще не подходит, а вот must, запомните, пожалуйста, что после must не используется никогда to. Нельзя говорить to после must. И, кстати, друзья, если вы не подписаны на канал, пожалуйста, подпишитесь, потому что 12% людей смотрят только с подпиской. Только 12%. Вы смотрите, вы не подписаны, пожалуйста, подпишитесь. И будет у меня больше мотивации делать такие видео. То есть видео будут постоянно, постоянно буду разбирать тесты. Number three. I would like to, I would like work, I would to work abroad in the future. I would. Would, я для себя люблю переводить would как бы, я бы, я бы работать. Я бы хотел работать за границей in the future, в будущем. I would like to work. Здесь будет I would like to work. Я бы хотел работать. I would like to work abroad in the future. Смотрите, здесь как получается, что если вы говорите I like, я люблю работу, например, я люблю работать. I like, что работу, это глагол like, то есть мы говорим о предпочтениях, я люблю, I like working. После like используется глагол с окончанием ing, I like working, например, я уже работаю за границей, и я могу сказать, что мне нравится работать за границей. I like working abroad, I like working abroad, я люблю работать за границей. I like working abroad, или I like working, вообще я люблю работать. Но я бы хотел работать за границей, это структура такая would like to. I would, когда у вас есть вот would, здесь мы не используем после would никакого liking, да. I would like, и будет здесь to, I would like to work, я хотел бы работать, I would like to work. Запомните, I like working, после like ing, но здесь перед like идет would, I would like to work. Это как такая конструкция единая. I would like to work, I would like to go, я бы хотел пойти. I would like to speak English, я бы хотел разговаривать на английском. Number four, we stopped at a cafe, здесь вот эта штучка, она показывает, что буква is в этом слове читается, потому что в обычном английском языке и никогда не читается, то есть она есть, буква и, но она никогда не читается. Это слово французское, в французском языке пишется этот аксан, как он называется, и он здесь, эта буковка читается, cafe. We stopped at a cafe, зачем, infinitive of purpose, infinitive цели, чтобы, чтобы a drink and a break. So we stopped at a cafe, чтобы что, to, to have, да, infinitive цели, зачем, to have a drink and a break, вот у нас, to have, чтобы, to означает, чтобы. I don't feel like, я что-то как-то не настроен, не чувствую себя, чтобы что сделать. I don't feel like breakfast this morning. I don't feel like, после like, здесь, вообще после этой структуры, I don't feel like используется глагол с окончанием angi. I don't feel like having, I don't feel like having breakfast this morning. Нельзя сказать, I don't feel like have, или I don't feel like to have, это такая конструкция. I don't feel like going there, I don't feel like having breakfast this morning. Я как-то не настроен, я не чувствую себя как таким, который хочет завтракать сегодня утром. I don't feel like having breakfast this morning. To have breakfast завтракать. Number six. Do you must to wear, have to wear, or mustn't to wear a uniform at your school? То есть wear a uniform, это носить форму at your school в своей школе. Ты должен, как бы, ты должен, тебе нужно носить форму at your school в своей школе. Здесь вопрос. Do you must to wear? Must не подходит. Почему? Потому что после must не используется do. Здесь есть у вас do. И здесь see вариант тоже не подходит. Вообще-то, когда у вас есть must, вы можете вопрос делать с помощью must. Must, например, я должен туда идти. Must I go there? Must I go there? Я должен туда идти? Здесь вам не нужно ставить никаких do I must. Нет. Потому что это сильный глагол, и сильные глаголы сами образуют вопросы. Здесь не нужно вспомогательный глагол, когда у вас модальный глагол must. Но нужно вспомогательный глагол, когда у вас have to. Have to означает должен. Do you have to? Do you have to wear a uniform at school? Do you have to wear a uniform at school? Вот здесь нужно использовать do you have to. Нужно тебе носить форму в школе. Дальше двигаемся. Седьмое. Could you? Здесь вопрос. Или это может быть вопрос. Или could you? Ты бы не мог? Как бы could это мог. От слова can. Can. Я могу. I can. Я мог. I could. Но когда мы вежливо человека просим о чем-то, мы можем использовать could в вопросах, и это будет вежливая форма. Could you? Ты бы не мог. Вот could мог. Could you help me? Ты бы не мог мне помочь, например. Could you help me? Could you? Вот после could, так же как и после must, нельзя использовать to, поэтому здесь этот вариант не катит. Could you swim? Нельзя использовать герунги, окончание ing после глагола модального could и must. Could you swim? То есть правильный ответ будет. Ты бы не мог плавать. Could you swim? Или мог ты плавать when you were four years old? Смотрите, здесь я дочитал до конца это предложение, и вот видно, что это не вежливая просьба. Ты бы не мог помочь мне в чем-то. Например, could you help me with this? Ты бы не мог помочь мне с этим? Нет. А здесь получается вопрос. Ты мог плавать, когда тебе было четыре года? Could you swim when you were four years old? Could you swim when you were four years old? Ты мог плавать, когда тебе было четыре года? Number eight. It's a secret. Это тайна. It's a secret. So you mustn't to tell, you mustn't tell, or you don't have to tell anybody. Это тайна. So означает поэтому. You, ты или тебе. So you, ты не должен. Здесь ты, да. Ты не должен говорить никому. Это тайна. Поэтому ты не должен не говорить никому. Помните, что после must никаких to не используется. Поэтому это вариант ошибочный. Мы выбираем между mustn't и don't have to. В чем разница? Смотрите. Don't have to. Это ты можешь сказать? Ну, ты можешь сказать, в принципе. Ну, этого можно и не делать. То есть, можно как пример сказать. You don't have to go to school at the weekend. То есть, нет надобности идти в школу на выходных. То есть, вы можете прийти в школу на выходных? Ну, надобности в этом нет. You don't have to go to school. You don't have to go to school at the weekend. А здесь mustn't это запрет. So this is a prohibition. This is prohibited. It's a secret. So you mustn't tell anybody. Это секрет. Потому что ты не должен, не должен. Mustn't tell anybody. Вот. Mustn't подходит. К грамматически don't have to тоже подошло. Но лексически значение don't have to немножко другое. Здесь mustn't запрет означает. А don't have to означает, как бы, не обязательно с действием. То есть, ты можешь, в принципе, на выходных в школу пойти. Но зачем? Там на выходных нет уроков. Number nine. Try. Это означает, попытайся. Try too much when you meet new people. Try don't talk too much. Don't talk too much, можно сказать, если у вас нет try. То есть, не разговаривай слишком много. Too much, это слишком много. Too much, too much, слишком много. Don't talk too much when you meet new people. Когда ты знакомишься или встречаешься с новыми людьми. Don't talk too much when you meet new people. Not to talk. И no talking. Смотрим. Если у вас есть попытайся, try, то try это глагол. А после глагола нужен инфинитив какой-то. Try, попытайся мне помочь. Например, try to do something. To help me. Try to help me. Но вопрос стоит следующим образом. Если у нас будет отрицание, то есть, попытайся что-то не делать. Когда у нас отрицание, то try у нас, смотрите, здесь try не под отрицанием. Это утвердительно. То есть, попытайся что-то не делать. Вот что-то не делать, после try используется инфинитив. А в инфинитив мы не отрицаем так, как основной глагол. Try это основной глагол. То есть, я могу сказать, не пытайся. Don't try. Не пытайся ей звонить. Don't try to call her. Don't try to call her. Не пытайся ей звонить. Don't try to call her. So, we have try, this is the main verb. And the main verb, we can negate using don't or, yeah, don't do it. Don't do it. Don't smoke. Don't try to do it. But we have the infinitive after try. После try у нас идет инфинитив. Где у нас инфинитив? Это глагол talk. Но в инфинитиве. И в инфинитиве мы делаем отрицание без, без don't, без doesn't. Мы просто используем not и to. То есть, попытайся говорить. Try to talk. Try to call her. Try to call her. Maybe she picks up the phone and you are going to have a nice chat with her. Или же try not to talk. Not to talk. So, remember this case. Запомните этот случай. Try и not. Не делать что-либо. Try not to talk too much when you meet new people. Попытайтесь не говорить слишком много, когда вы встречаетесь с новыми людьми. Знакомитесь с новыми людьми. Meet – это знакомиться впервые. Number ten. I need. Мне нужно. I need. Что сделать? I need to drive a car this summer. И здесь глагол везде learn. Мне нужно научиться ездить на машине этим летом. I need learning to drive. Learn to drive. I need to learn to drive. Здесь будет I need to do something. I need to learn to drive. Все просто. I need to read this book. I need to call my friend. I need to help my mom. I need to do something. После need используется infinitive 100. То же самое с want. I want to help my mom. I want to call my friend. I want to learn how to speak English, etc. So I need to learn to drive a car this morning. I need to learn to do what to drive a car this summer. Number eleven. It's important. Это важно. It's important listening to customers in my job. To listen to customers in my job. Listen to customers in my job. Okay. It's important to listen to customers. To listen to customers. So важно слушать customers. Это клиенты. Важно слушать клиентов in my job. Покупателей. In my job. На моей работе. It's important. Что делать? To listen. It's important to know. Важно знать. It's important to love. Важно любить. It's important to understand. Важно понять. Видите? Как вам, ребят? Важно понять какое-то правило. Вообще, как это работает. Важно понять. Если вы поняли, все, уже половина дела сделана. Нужно тогда закрепить упражнениями. И сейчас я пытаюсь вам все это объяснить, чтобы вы поняли, как это работает. То есть it's important to understand. Важно понять. После... Вот в таких всех конструкциях это важно. It's important. Используем to и infinitive. Нет. It's important listening. Это неправильно. It's important listen. Это неправильно. Не используйте так. It's important to listen. И дальше слушать кого? To listen to. Всегда после listen используется предлог to. It's important to listen to customers in my job. То есть важно слушать покупателей на моей работе. То есть моей словно in my job. Здесь сказано. На моей работе важно слушать покупателей, что они говорят. Number twelve. Двенадцатое. Talking, talk. The talking about everything. Это как... Видите? Вот это большое предложение. Это как субъект. Разговор о всем. Есть... Is the best way. Самый лучший способ. Way это путь, дорога. И способ означает. То есть слушать о всем. Это самый лучший способ. To have a good relationship. Relationship это отношение. Иметь хорошее отношение. So, talking about everything. Talk. The talking. The talking это разговор. Здесь не подходит. Здесь у нас правило какое. Здесь использование герунья. То есть герунья это когда глагол с окончанием ing. Как например smoking. Smoking is bad. Да. Smoking is bad. Reading is good. Listening to music is relaxing. Вот. Talking about everything. Говорение обо всем. Вы можете перевести talking как что дело не е. Говорение. Говорение обо всем. Это самый лучший способ иметь хорошее отношение. Не talk about everything. Talking about everything. Talking about everything. Speaking English is good. Разговаривание. Говорение на английском. Это хорошо. Practicing English is good. Living healthily. Live healthily. Living. Да. Инжи добавляем. Living healthily is good. То есть жить. Вести здоровый способ жизни. Это хорошо. Окей. Number thirteen. Books or magazines is a great way to relax. Есть. Great. Чудесный способ. Опять way это договорка. Путь. Способ. Это чудесный способ to relax. Расслабиться. Что? Чтение. Что делание. Нельзя здесь the reading говорить. Нужно сказать reading books or magazines или журналы. То есть течение книги или журналы. Это классный способ расслабиться. It's a great way to relax. So reading. Reading is the correct option here. Number fourteen. I don't mind. Здесь don't mind. Это как бы сталая конструкция. Я не прочь. I don't mind. И после вот этого. Запомните. I don't mind. После don't mind используется глагол с окончанием. I don't mind doing something. I don't mind to spend time with my parents' family. I don't mind spend time with my parents' family. Partners. Покнер это моя жена, например. Или муж жены. Это покнер, когда они не замужем. Не женаты. I don't mind spending time with my partner's family. Я не прочь проводить. Я не прочь. Я не имею ничего против времяпрепровождения. Это провождение времени с семьей моей партнерши. То есть семьей моей жены, например. Гражданской. Если патнер, это гражданская жена или гражданский муж. Патнер. Number fifteen. It's interesting. То есть интересно. It's interesting. Смотрите. Вот давайте я вам выделю отдельно. It's important. Важно. To listen to customers in my job. После it's important используется infinitives to. Видите? It's important. Важно слушать. It's important to listen to customers in my job. It's interesting. И будет то же самое. Ребят, будет то же самое. Будет. Стоп, стоп, стоп. Стоп, стоп, стоп. Где моя палитра? Все. У меня палитра поменялась. По умолчанию сделаю. So. It's interesting meet, to meet, for meet. It's interesting to meet your partners. To meet your partners, brothers and sisters. То есть интересно встретить, познакомиться с братьями и с сестрами вашей, там, гражданской жены, вашего партнера или вашей партнерши. Так, it's interesting to meet, it's important to know, it's important to understand, it's interesting to understand и так далее. Вот в таких конструкциях, когда у вас есть, it's important, it's interesting, нужно использовать инфинитив с частицей to. Number 16. She's good at... То есть она хороша в чем? She's good at... Смотрите, когда у вас предлог... Это предлог. At... Что такое предлог? Это маленькое слово. On, in, at... Это предлоги. После предлога мы используем глагол с окончанием ing. She's good at... Она хороша в приготовлении, да? She's good at cooking. To cook нельзя сказать. She's good at to cook. She's good at the cooking. She makes fantastic pasta. Она делает фантастические макароны, да, например, Мишель. So, she's good at cooking. She's good at cooking. Всегда запомните, когда у вас предлог, после предлога вы используете глагол с окончанием ing. Это герундия называется. She's good at cooking. Good at, bad at, terrible at, excellent at. Вот много таких слов, которые после себя имеют at. Good at, terrible at, ужасный в чем-то. Excellent at, превосходный в чем-то и так далее. She's good at math. То есть она сильна в математике. My mom is terrible at cooking. Моя мама ужасно готовит. Ужасна в готовке, да? Is terrible at cooking. Number 17. You don't must, you mustn't, you don't have to pay to go into that museum. It's free. Вот, смотрите, здесь сказано, что музей бесплатный. Поэтому нет надобности. Помните, я вам говорил, если у нас запрет, мы используем mustn't. Ты не должен говорить там секрет. Там было предложение о секрете. You mustn't tell the secret to anyone. It's a secret, so you mustn't tell it. But in this case, we have, like, ну, нет надобности платить, потому что входит бесплатный музей. You don't have to pay, конечно же. То есть не обязательно. Нет надобности платить. You don't have to pay to go into that museum. It's free. Дальше. 18. He has to work, must to work, mustn't to work on Saturdays. He is a shop assistant. He is a shop assistant. Он продавец. После must не используется to. Все. Отметаем метлой эти варианты. Используем has. He has to work. Он должен работать. Смотрите, когда у нас утвердительное предложение с has, это должен означает. Как бы, когда у нас, he doesn't have to, ему не обязательно это делать. А здесь наоборот. Если утвердительное, то значит ему наоборот обязательно. Он должен это делать. He has to work on Saturdays. Потому что он продавец. И магазин открыт в субботу, например, по субботам. On Saturdays, по субботам. Когда дни недели, вы используете он всегда. On Saturdays, on Mondays, on Tuesdays, on Thursdays, on Wednesdays. Когда везде слово day, используйте он. Number 19. I hate. Я ненавижу. Что я ненавижу? I hate. После, я вам говорил, после слова enjoy. Когда предпочтение. Нравится, не нравится. Prefer, предпочитать. Like, hate, любить, ненавидеть. Используется глагол с окончанием ang, если идет глагол. То есть I hate. Идет глагол wait, ждать. То есть я ненавижу ожидание. Что делание? I hate waiting. I hate waiting. Нельзя сказать I hate wait. I hate waiting for what? For buses in the rain. Я ненавижу ожидать автобусы под дождем. In the rain это под дождем. У нас говорят под дождем. У них говорят в дожде. In the rain. Вы дословно, да, вы находитесь в дожде. So I hate waiting for buses in the rain. Waiting for buses in the rain. Okay. So this is C. Number 20. You have touched that. You must touch that. You mustn't touch that. It's very dangerous. Touch это касаться. Вы должны, не должны касаться того, этого. Почему? Потому что оно очень опасное. It's very dangerous. Если very dangerous, логический вывод, что вы не должны этого касаться. Не должны будет mustn't. You mustn't touch it. Because this is very dangerous, you mustn't touch it. Be careful. You mustn't touch it. It's very dangerous. It can explode. Может взорваться, например, или что-то плохое случится. Итак, друзья, сейчас у вас есть шанс подписаться. Даже не шанс. А пожалуйста, подпишитесь. Подпишитесь на канал. Потому что смотрят почему-то без подписок. Вот. Без подписок. 12% только с подпиской смотрят. Давайте исправим все это. Подписывайтесь. И будут видео постоянно. Нужна только ваша подписка, ваш лайк. И будет. Оставьте комментарий, если вы видите. Потому что мало комментариев. Я не понимаю. Вы смотрите, не смотрите. Вообще. Очень трудно понять. Поэтому подпишитесь на канал. Поставьте лайк. Оставьте комментарий. И погнали дальше. Vocabulary. Это лексика. 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 Самое важное. Знать слова. She would go into parties. She wants to go. После want используется to. А здесь беруньи. Поэтому используется likes. She likes going to parties. They не используется. Потому что вообще она любит ходить по вечеринкам. Если бы я сказал the parties, я бы имел ввиду конкретные вечеринки. Потому что за это именно эти вечеринки или те вечеринки. То есть конкретные. Конкретика какая-то. Передаются. Актиклим the. Дальше. Number one. I dream to go to the doctors today. I need to go to the doctors today. I like to go to the doctors today. То, что я вам говорил. Ребят. Like, hate, prefer. Ваши предпочтения. Нравится, не нравится. Добавляйте ing. После like. То есть нужно сказать. I like going to the doctors today. Но здесь оно вообще не пляшет. Почему? Потому что если бы даже вы хотели, могли сказать I like going to the doctors. Today оно сюда не... Оно нам мешает. So, I can't use today here. Because it's like... I'm talking... I'm very specific. But if you say I like going to the doctors, you don't have to use today. То есть если вы говорите, я люблю посещать врача, здесь не нужно использовать слово today. Сегодня. Потому что вы как бы в принципе говорите, что в принципе мне нравится посещать врача. Ну, люблю. I dream to go. Как-то странно звучит. То есть я мечтаю посетить врача. Как бы вы живете где-то там, я не знаю, в Сибири. И мечтаете посетить врача. Потому что в жизни врача не видели. Тогда I dream to go to the doctors today. Но опять же таки today нам мешает. Почему именно сегодня? Наверное, вы мечтаете вообще посетить врача. Нет. 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 Самый лучший вариант это, конечно, I need to go to the doctors today. Мне сегодня нужно к врачу. Поэтому извини, я не могу тебе уделить время, например. И так далее. I need to go to the doctors today. Самый нормальный вариант это be. I need. Мне нужно. Я нуждаюсь. I need to go. I need to do it. После need используется инфинитив с частицей to. I need to go. I need to do. I need to write. I need to read. Etc. Number two. My grandfather. Мой дедушка. My grandfather will go on. Gardening for as long as possible. Will go in. Will go out. Gardening. Go on это продолжать. То есть мой дедушка будет продолжать gardening, заниматься огородами, да. For as long as possible. Столько, сколько возможно. As long as possible это столько, сколько возможно. As long as possible. As long as possible. То есть правильный ответ. Go on. Продолжать. Go on. Go on. Это фразовый глагол означает продолжать. Come on. Go on. Go on. Go on. Продолжай. Please stop. Пожалуйста, прекрати. Здесь я сразу вам скажу, что когда мы начинаем что-то, например, начинать будет start. Даст как бы стартовать start. И begin тоже начинать будет begin. И что здесь stop. Мы можем stop использовать. Stop. Какие слова похожие есть? Finish, например. Прекращать. Заканчивать. Продолжать. Continue. Continue. Продолжать. Continue. То после всех этих глаголов, ребят, так как вы уже знаете, что после like, hate, love, prefer, предпочтение, ваше любит, не любит, это будет ing. Глагол с ing. И здесь начинает, заканчивает, продолжает будет глагол с окончанием ing. Также. Также глагол с окончанием ing. Поэтому please stop doing, working, making. Везде видите, окончание ing есть. Поэтому здесь не так-то просто. Please stop so much noise. I'm trying to sleep. I'm trying to sleep. Я пытаюсь уснуть. I'm trying to go to bed, yeah, but you are making some, yeah, you are making noise. Stop making so much noise. Перестань шуметь. So you are making noise. I don't like it. I'm trying to sleep. So please stop making so much noise. Окей, номер 4. Элизабета always spends, wants, passes a long time getting ready. Элизабета always spend, это проводить время или тратить. То есть spend money, то есть тратить деньги. Но не на ветер, просто тратить. Once хочет и passes, passes a long time getting ready. То есть она как бы проводит много времени, собираясь на то, чтобы собраться. Ей нужно много времени. И здесь будет, когда у нас время, то we spend time, we spend money. Мы тратим деньги и мы тратим время. We spend time, we spend money. So the correct answer would be spends. Элизабета always spends a long time getting ready. Номер 5. He always, он всегда offers to help me with the washing up. Он всегда предлагает помочь мне с мытьем посуды. И washing up, как я запомнил washing up, up это век, да, как бы на ногах. То есть когда вы моете посуду, вы стоите на ногах и моете посуду. So he always offers to help, things to help, says to help. Offer это предлагать, то есть он всегда предлагает offer. Yeah, you say, I can help you, okay, to do the washing up. Yeah, so he always offers to help me with the washing up. Он всегда помогает с мытьем посуды. Number 6. Шестое. I am working as a singer or an actor. I try of working. I dream of working. I plan of working. So я пытаюсь работать, dream of working. Мечтаю работать. Синер. Это певцом, or an actor, или актером. Or I plan. То есть смотри, I try working, I try working, I try to work, вы можете сказать. I try to work, я пытаюсь работать. Или I plan to work, можно сказать. Но у вас здесь of. И of нуждается в другом глаголе. Этот глагол будет dream. I dream of what? So I dream of working, I dream of sleeping, I dream of eating something tasty, delicious. Yes, I dream of doing something. После слова dream используется предлог of. Dream of. Так, пожалуйста, запомните. Это dream of working as a singer or an actor. Number seven. She is thought to buy a new apartment. She is would like. She is decided to buy a new apartment. Здесь будет she, she is decided, потому что decide это решать. А здесь апостроф с это означает has. Это так has сократилось. Потому что апостроф с такое не всегда простое для понимания слова. Апостроф с может быть is, может быть has, и может быть вообще показывать, что кому принадлежит. Например, к томс бук мы можем сказать. Книжка тома. Апостроф с означает кому что принадлежит. Книжка тома. Томова книга. Томс бук. Да. Книжка тома. Вот. Томс бук. Апостроф с. Еще апостроф с может означать is, и может означать has. Так как у нас есть глагол третья форма, да. Мы не знаем, что это третья форма, кстати. Потому что decide в второй форме будет с ed, и в третьей форме будет с ed. Decide это решать. Но у нас есть подсказка. Это апостроф с. Если мы думаем, что это is decided, то здесь она есть. Ее решили. She is decided. Ее решили. Здесь оно не пляшет. Ее решили. Нужно сказать, она решила. Чтобы сказать, она решила, она приняла решение, будет she has decided, что сделать? To buy. Что? A new apartment. Новую квартиру. She has decided to buy a new apartment. Has decided. Это present perfect. Это время, которое показывает результат. То есть она важное решение для себя приняла. Она решила купить новую квартиру. Number eight. Don't miss. Не пропусти. Don't forget. Не забудь. Don't leave. Не уходи. Don't. To turn off the TV. То есть вы... Turn off это выключать. Turn on. Включать. Turn off. Выключать. Don't miss. Это не пропусти. Don't forget. Это не забудь. То есть не забудь выключить. Don't forget to turn off the TV. Не забудь выключить телек. Don't forget to turn off the TV. Number nine. Just went on Go on, это продолжать Just went on Working Work at working Until he was an old man То есть Just Go on, продолжать У нас был вопрос Go on, это второй вопрос Вот здесь My grandfather will go on gardening For as long as possible Будет заниматься садоводством Или огородами своими Это тоже gardening будет Столько, сколько возможно продолжать И здесь Только go В прошедшем будет went Go, went, gone Выучите табличку неправильных глаголов Очень важно выучить Выучите 70 глаголов Вам достаточно будет Just went on working Почему? Потому что я сегодня вам говорил Еще раз скажу Что когда у вас предлоги То in, on, at, by То всегда после предлогов Вы используете глагол с окончанием ing Здесь At working Есть глагол с окончанием ing Но Вам не нужно использовать Перед глаголом Еще один какой-то предлог Здесь просто Go on working Продолжать работать Joss went on working До каких пор? Until he was an old man До того момента Пока он не стал Was Означает быть Был He was Он был старым человеком Старым мужчином Пока он не стал Старым мужчином Мужчином он продолжал работать Дальше Десятое We are Мы Есть Да We are Hoping We are Liking We are Dreaming Смотрите Dreaming У нас глагол Этот был И после dream Нужно использовать Предлог of To dream of something Запомните Запишите Пожалуйста Предлоги Это К сожалению Самое сложное Что есть в английском языке И это наша плата За то Что отсутствует Падежи Поэтому Все регулируется Предлогами Dream of Мечтать о чем-то Мечтать о чем-то Будет dream of Да А планировать что-то Здесь Предлога Не будет никакого Plan something Например So we are hoping Liking dreaming So we are We are hoping To buy a new car soon We are hoping Мы надеемся В скорости Скоро Soon Это скоро означает Можете подписать Это слово Если вы не знаете Это скоро означает Мы скоро Планируем Купить Новую машину Так Друзья Опять Попрошу вас Подписаться Если вы Досмотрели До 38 Минуты Ну пожалуйста Подпишитесь Спасибо Тик Нужно тикнуть A, B, O, C Чтобы закончить Комплект Закончить Заполнить Дополнить Предложение They are enjoying Они наслаждаются Проживанием Что делаем Living in Paris После enjoy Используется Глагол с окончанием I, N, G Или существительное Без любых окончаний They enjoy Paris Можно сказать Здесь мы конечно же Не добавляем никаких Окончаний Если у нас тупо Существительное идет They enjoy Например They enjoy Paris Можно в принципе И так сказать Они наслаждаются Парижем Именно сейчас Именно этими днями В эту минуту They are enjoying Paris Или же можно сказать They are enjoying Living in Paris Number 11 My baby Baby это Младенец My baby's son Мой сын младенец Has just started Только что начал Что Я вам говорил Помните Start Begin Stop Finish Continue После всех этих глаголов Используется Глагол с окончанием I, N, G Смотрим Где у нас Глагол с окончанием I, N, G А Нет у нас Глагола с окончанием I, N, G Вот здесь он есть Но после Start Мы не используем To Понимаете Всем прикол Здесь To нельзя использовать Поэтому Обычно Используется Глагол с окончанием I, N, G И это Всегда Если вы его будете Использовать После Stop Start Все будет чудесно Но если Сказать Например Как в этом Случае My baby son Has just started To walk Это не будет ошибкой Это не будет ошибкой Если бы у вас В тесте Было To walk Или walking Лучше Передпочтение Отдавать Walking Потому что Это Более Именно в книгах Они пишут Что нужно Лучше использовать Walking А не To walk Поэтому Запомните Вот такое правило После Start Begin Stop Finish Continue Используй Глагол С окончанием I, N, G Но Если У вас В тест И у вас Нет глагола С окончанием I, N, G Потому что У вас Есть Какое-то To А to Здесь нельзя Ставить Потому что Это Инфинитив Вы Либо To Ставите Либо I, N, G Ставите Здесь У вас Выбор Такой Такой Выбор Да Это Или Это Поэтому Мы выбираем Конечно же To walk Нельзя Просто Walk Сказать Без to Зато Можно Сказать Walking Без to Но Здесь У нас Есть to И мы Си Вариант Выбрать Не Можем Дальше Have you Thought Это Present Perfect Ты думал Have you Thought Going to University To Go to University About Going to University Think About This Может Слышали Think About This Подумай Об этом Think About This То есть Всегда Опять Мы попадаем В Ту В Ту Нишу Что У нас Вопрос На Предлог То есть Prepositions То Что Самое Хуже То есть Самое Тяжелое В английском Языке Это Предлоги Have you Thought About Have you Thought About Нельзя Сказать Без Предлога Здесь Можно Сказать Have you Thought Of Можно Так Сказать Можно Сказать Have you Thought About Но Тупо Сказать Have you Thought Going Или Have you Thought To Go Нельзя Нужно Сказать About И После Любых Предлогов Используется Всегда Глагол С Окончанием ING У нас Предлог About Используем Здесь ING То есть Все Правильно Все Подходит Have you Thought About Going To University This Is A Very Nice Sentence Это Очень Хорошие Предложение Нужно 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 Использовать Infinitive We Are Learning To Play Tennis Мы Учимся Играть В Теннис We Are Learning To Play Tennis Number Fourteen Bruno Is Very Good To Play The Guitar At Playing The Guitar Playing The Guitar To Be Good At Помните Я вам Сегодня Говорил Что Быть Сильным В Чем Либо Будет Good At Быть Плохим Чем To Be Terrible At Bad At Excellent At Превосходным В Чем То И так Далее Вот Эти Слова Тоже Нужно Запомнить Good At Запомните Good At Быть Сильным В Чем Либо To Be Good At Быть Плохим Чем Либо To Be Bad At Быть Превосходным Чем Либо To Be Excellent At Вот Это Нужно Знать Нужно Знать Пожалуйста Запишите Good At Number Fifteen Сюзанна Promised Сюзанна Пообещала Что Help Us Organize The Party Promised To Help Organize The Party Or Helping Organize The Party Здесь Выбор Между Двумя Или To Help Или Helping Help Здесь Не Имеет To Конечно Иногда Бывают Случаи Когда После Promise Не Используется Не После Помис А После Некоторых Глаголов Вы Используете Инфинитив Но Без To Но Это Редко Бывает И Вы Запомните Эти Случаи Сюзанна Промист To Help Помочь Здесь Будет Инфинитив С Частицей To Сюзанна Промист Прошедшее Время Что Помочь Нам Кому Нам Us Organize The Party Сюзанна Промист To Help Organize The Party Дальше His Family Spend A Lot Of Money Его Семья Тратит Много Денег His Family Spend A Lot Of Money For Having Expensive Holidays Having Expensive Holidays For To Have Expensive Holidays So His Family Spend Почему С Семья Как Она Но Здесь Семья Как Много Членов Этой Семьи Поэтому Здесь Мы Не Добавляем S No S Here So His Family Spend Как Множественное Число His Family Spend A Lot Of Money Doing Something Spend A Lot Of Money Делая Что Либо Делая Что Либо Поэтому Having Expensive Holiday Have Это Иметь То Мы Словом Have Можем Заменять Какие-то Глаголы Например To Have A Cup Of Coffee Выпить Чашечку Кофе To Have A Cup Of Coffee To Have A Smoke Покурить А Здесь Having Expensive Holidays То Есть Как Посещение Дорогих Курортов Если Можно Так Сказать Дорогие Отпуска I Don't Want После Вон Используется Инфинитив I Don't Want To Go Out Today Going Out Today Go Today So Конечно I Don't Want To Go Out Today It's Too Wet Too Значит Слишком Too Wet So If It's Too Wet It's Not Good Yeah It's Too Wet I Can't Go Out Today Too Wet It's Mock Wet Wet It's Mockery Too Wet When Mining Rhebun Ups He Wet His Pans Wet what прошедшим как будет напишите в комментариях number 18 когда это глагол я имею в виду I hope for passing my driving test soon soon это скоро I hope pass my driving test soon or I hope to pass my driving test soon so I hope что сделать сдать тест I hope to pass my drive I hope to do something after hope you use the infinitive so I hope to pass my driving test soon have you finished что после finish помните я вам говорил что можно использовать to но обычно используется глагол с окончанием ing start begin stop finish continue ing have you finished смотрим как здесь have you finished do your homework yet to do your homework yet doing your homework yet видите have you finished to do нет не подходит здесь оно подходило как бы my baby son has just started to walk да как бы подходит потому что walking нет но здесь мы не можем использовать have you finished to do your homework yet потому что есть лучший пример есть лучший вариант это doing have you finished doing your homework yet поэтому будет у нас doing 20 красота he pretended to be rich he finished to be rich he stopped to be rich stopped будет being rich то есть уже не подходит потому что после стоп будет глагол с окончанием ing герунди he stopped being rich so you can't say stopped here he finished то же самое то есть он притворился что он богат he pretended to be rich but he had no money но на самом деле у него не было денег he had no money so he pretended to be rich у нас правильный ответ и уже у нас финишная прямая ребята поэтому у вас пока есть время подписаться на канал поставить лайк вот и движемся дальше двигаемся дальше здесь нужно выбрать звук который different sound не подходит which word has a different sound какое слово имеет не тот звук то есть два слова имеет одинаковые звуки а одно имеет звук который вообще не подходит здесь например other это белая ворона other здесь выбираем белую ворону other белая ворона здесь будет ooo doing do ooo doing this to to together as this aah is aah aah видите letter ooo but we pronounce it as letter aah author первое первое ironing clothes calories ironing 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 o clothes is color i are color i are color это одна один звук o clothes 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 yeah it's very difficult to pronounce очень сложно произносить clothes американцы вообще говорят clothes то есть можно сказать clothes как закрывать да clothes но лучше сказать clothes говорите clothes нормально будет понятно по контексту все равно вас поймут money aah important oah хорошо здесь aah здесь oah смотрим дальше morning oah значит important oah morning oah значит у нас белая ворона это money nothing aah звук aah nothing program звук оу оу да и третья белая ворона будет у нас или нет третья смотрим нет здесь или это белая ворона будет или это потому что nothing aah а здесь o program а здесь someone aah значит aah как в слове nothing значит белая ворона будет program дальше ron o ron posting posting post sorry ron post posting o posting and moment can i have a moment please i need a moment please so ron moment posting ron posting moment ron o ron oah будет здесь post 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 no moment здесь oah и здесь oah поэтому белая ворона у нас будет ron дальше shopping possible boring shopping shopping possible boring очень похожие все слова но здесь будет shopping possible boring здесь oah более такое глубокое boring здесь shopping possible и так дальше which word has a different number of syllables какое слово имеет отличительное количество слогов syllables liked это один слог liked и не читается поэтому у нас гласная это слогообразующая в английском языке и у нас один слог liked liked wanted а здесь уже читается и потому что слово оканчивается на т на букву т или на букву т или на букву д тогда у нас и начинает читаться будет wanted 2 слога and agreed 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 2 слога 2 слога поэтому мы выбираем первый вариант это белая ворона это слово liked дальше relationship 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 4 слога incredibly 4 слова you-ни-верси-ти ну не знаю пятна это есть здесь белая ворона это university здесь много слогов Дальше. Language. Два слога. Mustn't. Один слог. Ambishes. Language. Подождите, подождите. Mustn't. Language. Ambishes. 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 Три слога. Language. Два слога. Mustn't. Один слог. Подождите, здесь непонятно, потому что все слова имеют разное количество слогов. Ambishes. 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 Короче, здесь напишите в комментариях, как вы считаете, какой правильный ответ. Language. Language. Два слога. Mustn't. Здесь mustn't, наверное, потому что один слог. Mustn't. Mustn't. Все. Здесь два. Language. Ambishes. Ambishes. Три. Здесь два. Здесь три. Здесь один. Непонятно. Number eight. Girlfriend. Invited. Parents. Girlfriend. Два. Invited. Три. Пээ. Рэнс. Пээрэнс. Два. Поэтому будет invited. Haven't. Haven't. Два слога. Dreamed. Один слог. Loved. Один слог. Поэтому выйдет a. Haven't. И finished. finished. Два слога. Politics. Поли-тикс. Три слога. Something. Са-м-сам-сэн. Два слога. Поэтому фи-ни-ш-т. Фи-ни-ш-т. Поли-тикс. Ага, здесь два слога something, два слога, а здесь три слога. Ambitions. Здесь, наверное, смотрите, в C будет все-таки два слога. Ambition. Ambitions. Ambition. Ambition. Ambition не будет слогом. Ambition. Ambition. Если здесь два слога, поэтому по-любому будет B вариант. То есть B правильный ответ, mustn't, потому что один слог. Здесь два, а здесь непонятно сколько, но все равно, я думаю, будет больше, чем один, потому что здесь вообще один, здесь точно два, а здесь точно два или больше, поэтому будет в варианте B, в варианте 7 будет B. Итак, друзья, на сегодня тогда все. Увидимся в следующем видео. Пишите комментарии, оставляйте и пока-пока.